Конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность», посвященная столетию революционных событий 1917 года, состоялась 21 октября в Брянске. На мероприятии, прошедшем в Городском доме культуры на улице Калинина, собралось более 250 человек. Гостей ознакомили с результатами исследований, цель которых – поставить точку в вопросе о реальных фактах Великой Октябрьской социалистической революции. Специальным гостем конференции был лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, который открыл мероприятие. Добрый день. Я бы хотел поприветствовать всех собравшихся, потому что, как мы видим, их достаточно много. И по поводу этого момента, что людей достаточно много и интерес к этому определенный есть, я хотел бы что-то сказать на уровне каких-то моих наблюдений за несколькими конференциями, проходящими в разных городах. Это конференция не первая. Это центральная Россия, которая собралась в Брянске. У нас несколько очень ярких и убедительных ячеек в центральной России, но, наверное, Брянская может быть одна из самых решительных и работоспособных. Но перед этим были конференции в Ростове-на-Дону, в Ленинграде, в Томске, в Поволжье тоже. В общем, конференций было много. В чем их смысл, я скажу чуть позже. Я бы хотел сейчас начать с каких-то таких зарисовок, категорически подчеркнув, что в этих зарисовках нет ничего пренебрежительного. Когда я сейчас нечто описываю, я описываю это не с позиции пренебрежения, а с позиции некоторого наблюдения за жизнью. Вот я сейчас в гостинице остановился, я вчера в ночь приехал, и сегодня днем, так сказать, я вот наблюдал кортежи свадебные, значит, как именно молодежь организует свадьбы, о чем она говорит, ну, чуть-чуть, пока проходишь, слышно, как она себя ведет и все прочее. Это очень интересное наблюдение. И в этом смысле я хотел бы сказать нечто вот такое о сути времени, не апологетическое и вместе с тем, ну, главное, правдивое, да, и все-таки вскрывающее существо дело. А вот в суде времени собрались люди, которые по какому-то странной причине убеждены, что, ну, человеческая жизнь в конечном итоге не сводится к тому, чтобы там съесть столько-то антрикотов или там, не знаю, чего, котлет, даже там родить детей, чуть-чуть поработать в каких-то фирмах, отдохнуть и даже иметь какие-то культурные удовольствия, возможно, не худшего типа, что в жизни есть что-то другое. Вот я твердо знаю, что общее, объединяющее всех молодых людей, это твердое убеждение, что в жизни есть что-то другое и какое желание это что-то другое заполучить. В этом смысле желание-то жизни и жить есть, это не такая, не меланхолия Дюрера, да, что они вот сидят как-то в полурасслабленном состоянии и, так сказать, смотрят на то, что жизнь не удалась и заведомо ничего особенного предложить не может. Печально я гляжу на наше поколение. Печали этой нет. Скорее, это можно уподобить медведю, который стоит на берегу реки, и он хочет поймать рыбу в воде, да, лапой, и всю съесть, да. И он точно знает, что в воде есть рыба под названием смысл, что река-то там течет от рождения к смерти, и что там есть много такого обычного, а вот еще там какие-то рыбы плавают. И медведь твердо уверен, что все рыбы его, он их хочет поймать и съесть. И в этом есть какой-то оптимизм жизненный, да, что река не без рыб. В этом смысле суть времени является очень интересным феноменом, который марксистски очень трудно описать. Я почитаю Маркса, считаю его великим человеком, и теорию его очень важной для понимания сути истории. Ну, не всегда марксизм, не все ситуации описывает. Сам Маркс говорил, что написывает только исторический процесс, то есть процесс восходящий. Он не верил, что процесс может носить нисходящий, деградационный характер, или что может быть то, что Фукуяма назвал концом истории, что истории уже нет. Или там Данто назвал концом искусства. Маркс в эти концы не верил, он в этом смысле не ученик Гегеля, он человек, почитавший Гегеля, вместе с тем решительно выступший против него в этом направлении. Никакого конца не будет, плохой конец заранее отброшен, а мы все идем к счастливому возрасту. Но Маркс пытался все описывать на классовом языке, а вряд ли вот то, что мы наблюдаем сейчас, можно описать только на классовом языке. Что-то классовый язык описывает, а что-то нет. В частности, потому что идут мощные деградационные процессы, не только в нашей стране, но в каком-то смысле в большей части мира. И тут уже не история начинает ворожить, а что-то другое, а это другое уже чисто на классовом языке не описывается. И в этом смысле, когда я уже начал обсуждать проблемы сутью времени, я выводил одновременно с Марксом двух достаточно оспаривающих его великих философов. Вебера, Максу Вебера и Арнольда Тоймби. Значит, Макс Вебер сказал, что помимо вот такой классовой борьбы и классовых процессов, которые он не отрицал, есть еще вот процессы совершенно другого рода. Проективные. Вот есть великие проекты, которые осуществляют какие-то субъекты, трудно сводимые классом. В этом смысле классический пример марксизма – это, конечно, Великая французская революция и все буржуазные революции в целом. Вот это классика марксизма. Внутри феодального общества созревают предпосылки в виде нового класса, буржуазного. Этот класс постепенно перетягивает на себя экономические возможности и ресурсы все. Потом он начинает требовать власти. Потом идет долгая борьба, потому что власть ему не отдают. Он приходит под великими лозунгами для всего человечества, свобода, равенство, братство, раздает землю, ликвидирует вот это фатальное социальное неравенство в виде сословий, создает какое-то другое общество. Ну и дальше оказывается, что это общество не намного лучше того, что было создано, как говорится в коммунистическом минифесте, в холодной воде ледяного расчета было утоплено все. Но это классическая революция буржуазная. Есть класс, есть тот класс, который, так сказать, правят феодалы, есть класс, который на его место приходит буржуа, есть гильотина, работающая как часы, есть волны этой революции, сходящие с нисходящие, есть радикальная фаза, там какая-нибудь умеренная, жерандисты, якобинцы, все это есть. А что происходило при переходе от рабовладения к феодализму? Где там великие революции? И была ли, в этом смысле, большевистская революция, революция, собственно говоря, классовая, и была ли эта революция в целом? Или это было что-то совсем другое? И в какую череду этих революционных классовых процессов ввести христианство, исламскую великую духовную революцию, в конкретную буддийскую, даосскую революцию? То есть нет ли внутри человечества, помимо таких классовых вещей, которые безусловно есть, еще что-то совсем другое? Вот христианство – это же великая революция, изменившая облик мира и человечества. Но она же не была революцией с чисто определенным классовым фундаментом. Да, конечно, когда христиане заявили, что у каждого человека есть душа, рабовладение начало рушиться, потому что нельзя обладать рабом, если он не вещь, а человек. И в этом смысле даже называли религией рабов и так далее. Там же вся верхушка была, Константин Багрионародный принял христианство, империя, сделала это государственной религией. Можем ли мы сказать, что это была в чистом виде революция неких низовых классов, которые скинули верхушку, изменили базис, ничего не изменили, а человечество изменилось радикально. То же самое произошло с Магометом, который с шашкой погулял по Аравии, а потом по всему миру. И мир весь приобрел какие-то другие черты. А где революция классического образца? Может быть, есть нечто большее, чем революция? И, наконец, внутри того, что называет себя Великой французской буржуазной революцией, какую роль играли просветители, все эти интеллектуальные субъекты, которые весь проект, который называется модерн или модернити, современное общество, светское государство, такая национально-культурная идентичность, они же все разминали его бесконечно. Вольтер, Дидродо, Ламбер, Монтоске и все прочие. Их-то какова роль? Не Робеспьера, Д'Антона, Миробо и прочих, а этих людей. Ну, когда-то говорят масоны, не масоны. Какое имеет значение? Главное, что какая-то группа сплоченных интеллектуалов тоже что-то такое делала, что потом, так сказать, аукнулась по всему миру и породила целую череду полномасштабных революций. Ну, а их место каково? С этой точки зрения коммунистический проект безумно схож с проектами христианским, исламским или любым другим. У этого проекта есть имя, это имя Маркс. У этого проекта есть группа, которая его формировала и продвигала. Вот этот Коминтерн и все прочие. У этого проекта есть мечта о будущем, полная мечта, утопия. И в этом смысле этот проект даже больше похож на христианский, магометанский или любой другой, чем буржуазный проект. Потому что всех этих Монтаскиедов, Амберов, Вольтеров и всех прочих было много. А тут-то все было очень определенно. Нет Бога, кроме Карла Маркса и Фридриха Энгельс-пророк его. Не будем говорить о том, что именно сделал Энгельс с марксизмом. Это отдельный вопрос, но резко упростил, изменил. А скажем просто о том, что черты всего происходящего очень ярко напоминают Христа, Магомета и все прочее. И не в том смысле, что это плохо, а в том смысле, что это другое. Это было что-то другое. И это другое называется проект. Вот такими проектами занимался Макс Вебер. Маркс ими не занимался. И Вебер, дискутируя с Марксом, говорил, Маркс очень схватывает интересные черты реальности. Он очень много объясняет. Но ведь не все он объясняет. Вот есть что-то такое. То есть иногда такие насыщенные проектные группы движут историю не как классы, а как-то по-другому. Не на классовой основе. А Томби как бы вводил представление о нарративе. Это слово очень многие как бы вводит в сторону, потому что вот последние четверти 20 века и в 21-м подсмодернисты взяли культурную власть в мире. И они все время говорят о нарративе как о большом тексте. А Томби имел в виду под нарративом не текст, а группу людей. Он говорил, где-то существует какая-то периферийная, довольно взбудораженная часть человечества. Ну, Томби, говорю, религиозному человеку, он говорил, когда Бог посылает какой-нибудь крупный вызов, то либо эта группа откликается, начинает что-то решать, либо человечество начинает загибаться. Вот есть такая альтернатива и все. И для Тойнбит движущая сила нарратив, вот такая взбудораженная группа, и он показывает эти нарративы на разных этапах истории мира. Для Вебера это субъекты, которые реализуют проекты, а для Маркса классы. И мне кажется, что в 21 веке задача состоит в том, чтобы ввести в описание это одновременно. Не эклектические, а как-то найти этот синтез этих начал. И именно синтезу этих начал посвящена была те передачи «Суть времени», которые создали движение. Если говорить с этой точки зрения, то молодежь из «Суть времени» мне напоминает этот нарратив Тойнбе. Это остро ощущающая вызов, такая взбудораженная молодежь, достаточно настойчивая, любопытная, далеко не всегда относящаяся к одной социальной группе. Есть верхи среднего класса, дети, людей, которые руководят банками, и эти дети уходят от всего этого благополучия в коммуну для того, чтобы жить праведной жизнью, как они считают. Есть, наоборот, низы этого класса и даже, так сказать, такое нечто, находящееся ниже низов этого среднего класса, неблагополучное и одновременно с этим цепкое и желающее куда-то двигаться. Почему я об этом говорю? Потому что в тот момент, когда однажды я, так сказать, остро критиковал, не помню уже за что, на одной из наших школ представителей актива «Суть времени», то, ну, так сказать, так эта критика воспринималась такой мрачно и по принципу, вот и мама мне говорила, что я нехороший, и теперь вот опять человек, который для меня авторитет, что-то критикует, да, печально, да. Но потом я вдруг сказал, что вот если не сможете стать тем, чем хотите, то будете депутатами законодательного собрания. И все загоготали, потому что все сказали, что в тот момент, когда вы нас сильно критикуете, мы готовы обнаружить в себе даже черты скрытого каннибализма. Но мы точно знаем, что мы не хотим стать депутатами законодательного собрания, точно, да. Поэтому, когда вы это говорите, даже чуть-чуть смешно. В этом есть некая парадоксальность. И мне кажется, что она имеет некое объяснение в том мире, в котором мы сейчас живем. Я внимательно слушал то, что говорил президент на Валдае, да. Я слушал это по телевизору, все подряд, и как бы не могу сказать, что что-нибудь там из прозвучавшего у него вызывает у меня отторжение особое. Нет, но я не понимаю, в чем сегодня такая особая необходимость непрерывно говорить про вещи в интонации некого такого сожаления, напоминающего мне муж, который все время воспитывает Клаву, свою жену, и говорит, Клава, ну будь же ты порядочной женщиной, ну как же так можно, ну вот надо же как-то себя не так вести. Ну один раз, два раза, три, но если ясно, что Клава считает, что вести себя надо совершенно по-другому, ну стоит ли ее все время воспитывать? Президент совершенно справедливо говорит о том, что вот мы их на ядерные объекты пустили, и комнаты им там дали, чтобы у них там их наблюдатели сидели, и все свои секреты им раскрыли, а они вот все время нам говорят, что мы милитаристы, и что мы там типа, ну слушайте, нас победили в холодной войне, купили на слабо, а главное купили на мораль. Рассказали чудовищные сказки, не имеющие никакого отношения к действительности. Сделали это устами людей, которые тогда были для большинства общества абсолютными моральными авторитетами. Сделав все это, расчленили, подписали в голове же фактическую капитуляцию. Ну естественно потом стали ставить свое внешнее управление в виде каких-нибудь там американских консультантов, дербанить экономику, контролировать ядерные объекты и так далее. Это так поступил победитель, который, так сказать, определенным образом, так сказать, распорядился своей победой. И он абсолютно убежден в том, что это победа. Вот что бы мы ни говорили о том, что мы освободились там от коммунизма, от какого-то бреда, перестроили себя, пришли к демократии, это вызывает у любого эксперта на Западе, отвечаю за свои слова, глубокую саркастическую хмылку. Все говорят, вас сделали в холодной войне, а что вы там говорите нам о том, как вы там освобождались, как вы преобразовывались, да пошли вы куда подальше. Бежезинский говорит, компьенский мир, вы подписали позорный компьенский мир. Версаль, вы побежденная нация. Почему они все время, как только произошло присоединение Крыма или там что-нибудь еще, они орут Гитлер, Гитлер? Ну потому что в их понимании, Версальский мир, это капитуляция Германии, а когда Германия начала, так сказать, отказываться от результатов этой капитуляции, там был Гитлер, да. Там вполне мог быть Бисмарк или кто-нибудь еще, и они бы отказались от результатов капитуляции. Но вот они за это цепляются. За счет же чего, в принципе, с помощью какого основного оружия, помимо там экономики и всего прочего, разгромили Советский Союз. Его разгромили на 95% за счет так называемого исторического оружия, за счет переигрывания истории. Вот мы сейчас, да и тогда, в общем, достаточно хорошо знаем, сколько было жертв политических репрессий в стране за, там, скажем так, советский период, да, в целом, за 30 лет. И сколько было расстреляно по политическим мотивам, да? Ну вот где-нибудь 800 с чем-то тысяч расстрелянных, и там 2 с чем-нибудь миллиона репрессий, то, что входит в репрессии. Советский Союз, он сказал, 100 миллионов. Какие 100 миллионов? Кто остался, да? Кто может жить? Но все же сказали, боже, 100 миллионов. Остальные еще говорят 30, 35, 40, вся страна. Есть ли разница? С моей точки зрения, есть огромная разница в нескольких смыслах. В моральном смысле, первое. Мы не имеем права манипулировать миллионами человеческих жизней так, как будто это не люди, да, а, я не знаю, овцы, там, крупный рогатый скот. Крупный рогатый скот пересчитали, да, сколько у нас его. А мы что, своих мертвых не можем посчитать? Это же оскорбление мертвых. Это первый смысл. Второй смысл. Совершенно ясно, что если их 100 миллионов, то мы просто занимались истреблением своего народа. Мы безумные люди, возглавляемые безумцами, не имеющие никаких прецедентов в истории. Значит, соответственно, мы должны быть поражены в правах, и нас надо лечить от этого безумия на протяжении 100 лет под внешним управлением. Естественно, что как только называются такие цифры, то из них следует вывод. Безумные, внешнее управление и длительное психиатрическое лечение. Мы теряем суверенитет, как только признаем этот бред. Поэтому политический смысл заключается именно в том, чтобы довести все до бреда. Уйти от нормальных цифр, от нормальной трагедии. Вот у меня дед был репрессирован Сталином. И что? Уйти от этого к бреду. И через этот бред составить народ, находиться в опозоренном, закомплексованном, бесконечном состоянии, и в этом состоянии у него все отобрать. Это мошенническая игра. Этой интеллигенции верили. И действительно сказали, ну если она же знает, но если она говорит 35, 40 или 100, значит она знает, он же совесть нации. Я вовсе не хочу превращать все это в какую-нибудь антисолженицовскую кампанию. Для меня Солженицов крупный советский писатель, выдающийся даже. Один день Ивана Денича, это Матрёнин двор, Случин, останется еще пятовка. И потом эти романы постепенно становились хуже, потому что он из писателя превращался в политика. Моя мать, крупный советский филолог, она мне говорила, есть надежда, что вырастет новый Чехов. Он крупный писатель. Но все, что сказано в архипелаге ГУЛАГ, не имеет никакого отношения к исторической реальности. Никакого вообще. Эти цифры рано или поздно должны находиться в мозгу каждого российского гражданина. условно там эти 800 тысяч расстрелянных за 30 лет и там два с лишним миллиона репрессированных. Вот все, хватит. И тогда возникает простой вопрос. Да, это великая трагедия. Да, внутри эти трагедии пострадало много невинных. Но это такие же трагедии, как в других странах мира. И эти страны никто не заставляет бесконечно испытывать комплекс неполноценности, бесконечно страдать, бесконечно проклинать себя, бесконечно каяться. Страна входит в единый исторический контекст мировой. Ну да, вы какие-то будете нам говорить о крови, о слезах и крови одного несчастного ребенка. Мы моральной точки зрения это поддержаем. Но давайте ко всем это применим. Американцы очень не любят вспоминать свою гражданскую войну. Они вот независимость любят, вспоминать, а гражданскую нет. И не очень рассказывают, почему. Так я расскажу. Потому что никогда ничто не происходило с такой кровожадностью, как в Америке. К этому было много причин. Во-первых, это была холодность такого вот этого протестантского сознания, которое там лес рубит, щепки ретят воистину. А во-вторых, они только что ввели новые виды оружия, а строй и способ введения войны еще был старым. Они ходили еще довольно плотно, а стреляли они уже из нарезного и картечего. Но какой-нибудь генерал Грант, памятники которому никто, в отличие от памятников генералу Ли, не пытается сковыривать, он как бы ставил женщин и детей бесконечной чередой и пушками картечью их уничтожал. И все это помнят. Так что, мы будем обсуждать кровь всех, так сказать, революций и войн. Ну давайте тогда осудим все сразу. В этой связи у меня всегда возникает вопрос к тем, кто говорят о цареубийцах, там, не знаю, там, террористах, там, Каляеве, там, неважно, кто-нибудь еще. Войк. Не будем вдаваться в детали. Хорошо, конечно, плохо убивать государственных деятелей и заниматься терроризмом, да. И это надо осудить. Но давайте тогда осудим всех. Екатерину Великую. Это убийца мужа, мужа-убийца. Александра Первого. Это отцы-убийца. Или что? Когда сами дети и, так сказать, жены убивают своих мужей и отцов, это нормально. А когда это делают кем-нибудь плебеи, вот это плохо. Но это странная позиция. У Ленина был большой счет к царской семье. Царь для него не был ни отцом, ни братом, ни кем, да. Ну, естественно, что он к нему относился с той ненавистью, с которой относятся, кроме всего прочего, ну, родственники казненных, да. Тут было все. Тут была историческая ненависть, и личная, и все прочее. Он при этом царя не убивал. Ведь теперь уже все понимают. А Александру Первому, Павел Первому, это отец. Он убил и государя, помазанника Божьего, и отца. Поэтому получается, что если мы из истории все это начнем вычеркивать, причем в одностороннем порядке, из своей, видимо, только истории, то получается какой-то бред. Ну, вот такая это страшная штука, история. Вот так она клубится, так она вертится, так она течет. Ну, давайте мы рассмотрим мировую и свою, так, как ее рассматривают все народы мира. И про трагедию скажем, что это трагедия, а про величие скажем, что это величие. И, наконец, давайте единый счет применим ко всем событиям. Давайте сейчас тогда обсуждать жертв так называемого перестроечного и постперестроечного процесса и шоковых реформ. Обнаружится, что это тоже несколько миллионов людей, что одни только беженцы и, так сказать, русские, которых согнали из различных регионов голыми и боссами, да, вот они уже представляют собой колоссальный мотив пострадавших, что есть нерожденные дети, что есть так называемая демографическая депрессия шоковых лет, и что это тоже есть, как бы, национальные потери. И в чем дело? В том дело, что, так сказать, в 37-м были черные воронки, а тут все делалось, как бы, по принципу сами же идите на кладбище за свой счет, а мы на вас государственные деньги тратить не будем и пулю жалко потратить. В этом смысл какая разница? Столетие Великой Октябрьской Социалистической Революции, которая для одних есть события, как бы, 10 дней, которые потрясли мир и дали миру новый импульс к развитию, а для других есть, так сказать, страшное преступление. Но это столетие величайшего события. Что по этому поводу люди могут сказать? Это же их страна. Они ну, как бы, ну, почтят мертвых как с той, так и с другой стороны. Как Волошин говорил, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Они их почтят по-настоящему, они почтить, что их должны пониманием, хотя бы тем, что они назовут правильные цифры и все остальное. Какое-то разлитое безразличие, при котором вдруг оказывается, что по-настоящему это все будет праздновать Китайская Народная Республика, нашу революцию, произошедшую в городе Петрограде, будет праздновать Китайская Народная Республика, которая явно стремится стать лидером мировым. И спокойно к этому идет. Вот она это будет отмечать, а мы нет. Ну, странно же, правда? И эта странность, она ведь относится не только к власти, а прежде всего к интеллигенции. Вот есть такое понятие интеллигенция, национальная интеллигенция. Если действительно события конца 80-х, начале 90-х годов, это есть разгром страны, осуществленный за счет в том числе навязывания стране чудовищного и абсолютно несправедливого комплекса исторической неполноценности, и это стало основной точкой, то любая борьба с этим разгромом, это освобождение от комплекса национальной неполноценности, не в пользу каких-то диаметрально противоположных конструкций, а никого не убивали. Знаете, папа был ли 37-й год, спросила дитя своего отца чекиста, 37-й год, сказал отец, и глаза его потеплели, нет, сынок, не был, но будет, будет. Так вот, не в этом смысле, что ничего не было, а убивали только тех, кого, так сказать, надо было. Вот не надо в эту крайность переходить, но какой-то, надо сказать, ответ на вот это все дело, он возможен или невозможен. Значит, смысл здесь заключается в том, что, как бы, ну, давайте интеллигенции, скажем, интеллигенция, ты же национальная, ты, может, либеральная, ты, может быть, такая-то другая, но ты же национальная, так чего ж ты, матушка? Ну, напиши правду, ну, французы за сто лет создали несколько историй своей революции, они там все пересчитали и так далее, Тьерр создал свою консервативную концепцию, ему оппонировали концепции такие революционные, там, Ромена Равана, вся его школа и так далее, были созданы вокруг этого цикла произведений, все остальное, ну, так как же мы все-таки к столетию-то с чем приходим? Вот национальный позор состоит в том, чтобы прийти ни с чем, а определяется это для меня следующим, первое, существует у нас интеллигенция, существует в основном ну, как бы преклонного возраста, но ведь и хорошо, единство поколений есть залог движения страны, но эта интеллигенция, ощущая себя только интеллигенцией, вещью в себе и для себя, как говорили философы, начиная с Канта и Гегеля и кончая Барксом, да, вот если она ощущает себя вещью в себе и для себя, она в существующей сейчас ситуации резко вянет, она находится в депрессивном состоянии этого ослика и ааа, который смотрит на себя в лужу и говорит душераздирающее зрелище, она тоскует, она прячется по каким-нибудь щелям, да, она не чувствует за собой ни молодежь, ни политическую энергию, ни какую-то вот волю к чему-то, да, она сразу загнивает, она впадает в депрессию, в апатию, там, в, так сказать, писание в стол или неизвестно куда, с ужасом смотрит на всю существующую ситуацию, да, это патриотическая часть, а вторая часть работает на то, на что она хочет работать, она продолжает свое дело, так сказать, комплекс исторической неполноценности как часть оккупационной политики, внутренней оккупации, должна быть развиваться дальше, и все это надо снова и снова повторять, и создавать этому еще более жестокие, так сказать, странные формы, и тогда возникает вопрос, если мы действительно понимаем конец 80-х, начало 90-х годов как разгром и соответствующий переход под частичное или непонятно какое внешнее управление, то есть такой мягкий вариант колонизации, то где интеллигенция для национально-освободительной борьбы, вот где она, вот где она была в Мексике, понятно, в Мексике эта интеллигенция сформировалась к концу 19-го, начала 20-го века, она сформировалась достаточно сильно, она училась там, кто в Сорбоне, кто в Оксфорде, кто где, но в результате всех этих обучений и всего того, что было, приехали назад эти мексиканские интеллигенты, они действительно возглавили борьбу против тогда впервые, так сказать, насевших на них по-настоящему Соединенных Штатов Америки, что такое гринго, это ругательное слово в испанском языке, оно же не испанское, это грингоу, зеленый уходите, приходила армия, одетая в хаки и говорили грингоу, уходи, хорошая была эта интеллигенция, она частью была социалистическая, частью нет, но она была национально-освободительная, где сегодняшняя интеллигенция для национально-освободительной борьбы, если мы начнем мониторить процесс, мы увидим, что ее как единого целого нет, она отсутствует, и главная задача заключается в том, чтобы она не сформировалась, есть действительно высокообразованные люди из старшего поколения, которые находятся вот в этом политической депрессии, есть какая-то молодежь, которая никак не организована, есть интернет, который является одним из средств дебилизации этой молодежи и превращение всего этого в какое-то клубящее получеловеческое состояние, и есть вот эта либеральная высшая школа экономики и все, что крутится вокруг нее, которая прямо говорит, что мы являемся проводниками западной политики, мы действуем в этом направлении, мы создадим новую элиту, которая будет абсолютно западной, для которой английский язык будет родной, английская культура будет задающей, и все, ну как в колониальных странах. И тогда возникает вопрос, что на нет и суда нет, это один подход, или есть другой подход. Вот подход, который мы исповедуем, не на нет и суда нет, если нет интеллигенции, то складывайте ручки и помирайте, а вот если нет такой интеллигенции, делайте ее, делайте ее из того, что есть. И в этом посыл всех этих конференций. Если вы не имеете готовой интеллигенции, стройте ее. Пришедшие в суть времени ребята не являются гуманитарной интеллигенцией, чаще всего это как раз техническая интеллигенция, IT там или что-то около этого. Гуманитарий их не так много. Да и что такое сейчас гуманитарная молодежь, вопрос сложный с точки зрения существующих сейчас образовательных норм. От этого мороз по коже. Но она носит волевой характер, достаточно энергичный, как я уже сказал, нарративный и прочее. Так пусть она станет интеллигенцией. Конечно, легко сказать, но трудно сделать. Но я предложил движению суть времени к столетию не отмечать дату, неважно, с восторженным лицом или с мрачным, а взять и вот эти горячие точки истории. Не всю историю, а эти горячие точки. Что такое горячие точки в пространстве, мы знаем, не важно, Карабах, Донбасс или что-то еще. А вот что такое горячие точки истории во времени? Это те точки, вокруг которых идет чудовищно активная дискуссия, где наиболее сильно задевают этот комплекс неполноценности, точнее, формируют, и где идет настоящая борьба. Давайте их обсудим. Давайте сейчас противопоставим такому линейному преподаванию истории, которые уже не входят в сознание современной молодежи. Сетевое преподавание вокруг горячих точек, а дальше суп из топора. Для того, чтобы горячие точки обсудить, нужно знать контекст, а контекст это уже вся история. Фактически мы возвращаем историческое самосознание в этом случае. это наш вклад в празднование столетия Великой Октябрьской социалистической революции, к которой мы относимся как к величайшему событию мировой истории, безусловно, благому и двигающему человечество вперед, а возможно, кто-то относится иначе. Но как бы ни относились люди, нам же нужно о чем-то договориться. Говорят о примирении. Я сейчас не понимаю, что такое примирение. Конечно, хорошо примириться, но я знаю, что в Испании, где примирялись, так и не допримирились, что остраивали в это примирение Франко, а как только пришли левые, они это отменили по существу. Но можно же, даже не примиряясь, договориться, будучи людьми одной страны, о каких-то фундаментальных вещах, самых простых и ясных. Сколько людей умерло от голода, сколько было жертв, сколько было жертв этих политических репрессий, там еще один трудный вопрос с этими репрессиями. Они же не включали уголовников, они имшили политические дела, любая кража на складе, это на самом деле саботаж против советской власти. Теперь пойди отдели этих уголовников и прошу прощения, отдели еще тех, кто справедливо пострадал, но я не знаю, бандеровцев. Это же еще внутри этого надо провести работу. Получается совсем другая картина, а что такое совсем другая картина? Это прежде всего отсутствие комплекса исторической неполноценности, это главное, но это и другая психологическая картина. Потому что, когда говорят, что вся страна сидела и дрожала и ждала черных воронков, то черных воронков сидели и дрожали в доме на набережной и в Москве, а никто в Новосибирске не сидел и не дрожал вот так, потому что не было такой массовости процесса. Если 100 миллионов забрали, тогда да, а если правильная цифра, то посчитайте, сколько это было по годам и сколько это было в провинции. Совершенно не значит, что эти жертвы надо сбросить со счета. Зачем мне сбрасывать со счета своего деда, которого замели, так сказать, в Климовича, в Могилевской губернике. Нет, я не хочу его сбрасывать со счета. Ну, во-первых, нельзя этот личный счет превращать в национальный, а во-вторых, нужно правдивую эту картину видеть. У меня мать, когда сказала служеницу, мне говорит, посмотри, вот он курвится, он начал курвиться. Он в конце романа, я не помню какого, по-моему, в Круге Первом, да, написал, что вот там их везли в фургоне, на котором было написано мясо, а иностранный корреспондент написал, что в России стало лучше снабжением продовольствием, да. Он говорит, ну все же знают, все в стране знали, что везли в фургоне, в котором написано хлеб. Он написал мясо, потому что он уже готовит к этому иностранному изданию, им все равно, а он должен это подверстать к тому, что иностранцы не должны хвалить улучшение продовольственной ситуации в России. У него совершенно не исторические задачи, у него задачи пропагандистские, причем на Запад. Вот это все стыдно, вот это все стыдно, надо начинать выдвигать на периферию процесса, надо начинать борьбу за честные цифры хотя бы. Нам не нужна стена плача или стена гордости, нам нужна стена правды, на которой по граниту с золотом будут эти цифры трагические, выведены и сказаны, запомните столько, 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 все остальное ложь. Нельзя нестерпимо постоянно слышать, что Ленин убрал орлов с кремлевских башен, да, и при этом видеть исторические фотографии, где стоит мавзолей, а над ним эти самые орлы. И все прекрасно знают, что в 35-м первый раз ставили звезды, в 37-м второй раз. Но нельзя все время по телевизору это слышать от политиков национального значения, от Жириновского. Это оскорбление национального значения. Как? Это крупная фракция, которая существует в Думе, и у нее есть свои заслуги, сказать, какое-то русское самосознание, он тем не менее в каком-то виде, пусть и неправильном с нашей точки тоже надо ему отдать должное. Но это-то зачем? Фальшивки-то все эти зачем? Зачем дурить голову населению? Я считаю, что задача наша состоит в том, чтобы первое входило в число этой национальной интеллигенции наша молодежь, пусть это будет 10 потоков, я пока вижу один, вот сутью времени, слава богу, если их будет 10, 15, 20, лишь бы случилось, как говорил Маяковский, сочтем со славой, пока я вижу один поток. И я считаю, что когда этот поток, эта новая кровь национальной освободительной интеллигенции пойдет в процесс, тогда и люди другого поколения, занятые академическими исследованиями, оживятся заново, они каким-то способом придут в более живое состояние. И может быть внутри России начнется то, что нужно, освобождение от иго-лжи, тот же сауженизм сказал, ни слова лжи, ни нагромоздил неизвестно сколько. Вот если это начнется, то этот процесс намного важнее всего остального, может быть, и полезного, и нужного, что сейчас делается, потому что без этого процесса все наши крупные достижения все равно в пользу бедных. Спасибо, что вы меня выслушали. Это как бы вступление к тому, что сейчас должно происходить. Наши доклады носят вот такой насыщенный интеллектуальный характер, в ходе которого мы хотим, так сказать, чтобы был мозговой штурм, чтобы вы услышали много интересного. Это необычная вот такая конференция, на которой чуть-чуть каждый говорит. Это вот такой большой напор фактов, мыслей, концепций и всего прочего. И мы надеемся, что для всего этого в стране есть аудитория. А если она есть, то страна будет. Если она еще готова к этому, то страна будет. Спасибо. Я предлагаю начать конференцию. На конференции были представлены доклады. Основная причина разложения российской армии во время Первой мировой войны большевистская агитация или недееспособность руководства страны. Обвинения большевиков в том, что они разложили армию, являются несоответствующим реальности мифом. Не большевики разлагали армию до февральской революции и не большевики несут ответственность за демократизацию армии. Вопреки распространенному мифу, большевики в 1917 году не вели в войсках пораженческой агитации и не выступали за немедленный мир любой ценой. Большевики не только минимально причастны к процессу гибели старой армии, но и сделали все возможное для создания новой. Являлась ли Октябрьская революция мятежом, оплаченным на сегодня не существует никаких достоверных данных, которые бы свидетельствовали о наличии какой-либо связи между Шифом и большевиками. Более того, есть факты, указывающие на резко отрицательное отношение банкиров к коммунистическому эксперименту. Таким образом, версия о Шифе как незримом к лаводе большевиков относится исключительно к области конспирологии. НЭП отказ от социализма или запланированный переходный этап к новой советской экономике? Идею о том, что новую экономическую политику НЭП, которую большевики проводили в 20-х годах прошлого столетия, нужно было использовать как основу советской экономики, можно услышать достаточно часто. Эта мысль зародилась в беломигрантской среде. Невероятный экономический и социальный рывок СССР в годы довоенных пятилеток, изумивший весь мир, показал, что решение о свертывании НЭПа и курсе на форсированную индустриализацию при всех его хорошо известных издержках было своевременным и единственно правильным. Большевики развалили или сохранили страну? Имеется в виду принцип правенства наций, каждый из которых имеет право решать, существовать ли в едином многонациональном государстве или отделяться. Как утверждают мифологизаторы, признание этого принципа якобы привело сначала к отделению от России Финляндии, Прибалтики и Польши, а затем спустя 73 года к выходу союзных республик из состава Советского Союза. Процесс распада Российской империи запустила февральская революция. Большевики пришли к власти в момент стремительного распада государственной части. Отстаивая принцип самоопределения наций, они не раздували сепаратизм, а напротив собирали бывшие имперские территории. Голод в СССР. Трагедия или злой умысел большевиков. И нельзя не отметить явные двойные стандарты мифологизаторов, которые оправдывают экспорт зерна из имперской России, потому что это экономические соображения, и шельмуют Советский Союз, который экспортировал хлеб в сходных условиях только в голодающие страны. В условиях дефицита хлеба для предотвращения и минимизации голода советское государство временно сохранило карточную систему, ужесточило контроль за распределением хлеба. Пострадавшим районам выделялись зерновые ссуды. Больным дистрофией оказывалась медицинская и продовольственная помощь. На местах открывались медпункты, что позволило не допустить распространения эпидемии на почве голода. Отказывалось ли советское руководство от иностранной помощи? Отнюдь. По линии администрации помощи восстановления ЮНРРА советским правительством было закуплено для Украины товаров на 189 миллионов долларов, в том числе продукты питания, семена, медицинское оборудование и прочее. Значительная помощь голодающим в СССР в 1946-1948 году была оказана по линии Красного Креста, в первую очередь американского Красного Креста и благотворительной организации Арашен Релив. В СССР было отправлено грузов на 31 миллион долларов, а также пришли сотни тысяч посылок для детских домов. Подводя итоги, отметим, что, безусловно, утверждение об искусственно организованных советской властью голодоморах не подтверждается фактами. При этом разница между Советским Союзом и имперской Россией очевидна. Если в дореволюционной России только часть правящей элиты мечтала избавить народ от голодов, то в Советском Союзе большевистское руководство сделало это практически. Перестроив сельское хозяйство путем создания колхозов и совхозов, модернизировав методы обработки почв, поборов регулярные засухи при помощи лесозащитных полос, подняв общий уровень жизни крестьян, советская власть навсегда смогла решить проблему голода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok